Анжела Витясяна, Аня Гонян и Анна Григорян. Давайте разберем, кто из них лучше. Это сравнительный женский баттл национального певца 2019 на седьмом галашоу. Погнали! Ребятушки, привет! Кто еще со мной не знаком? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давно уже пора выучить. Меня зовут Богдан, это Беспало Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7 о музыке и о новостях из мира шоу-бизнеса. Поэтому обязательно подпишись, стань частью моей интернет-семьи, чтобы вместе покорять музыкальное пространство Ютуба. Мы с вами продолжаем изучать выступления участников национального певца. И на очереди у нас такая женская тройка. Анна Григорян, Анжела Витясян и Аня Гонян. Кто из них лучше выступил? Наша задача сегодня посмотреть, оценить и поставить свой суровый вердикт. Для меня комментирование седьмого галашоу армянского вокального конкурса было достаточно сложным, излишне эмоциональным. Особенно после выступления Рутюна, меня град эмоций. Ой, я сегодня пересмотрел эти видео, я прям в шоке, настолько меня это было затронуло, тронуло всю мою душу, перевернуло наизнанку и я просто ух. На седьмом галашоу я оценил трио, дуэты, мужские соло, а про девчонок забыл. Поэтому лучше поздно, чем никогда. Сегодня предлагаю вам вместе посмотреть три выступления от наших конкурсантов и определить, кто из них был действительно самый лучший. Ну что же, мы начнем с солнечной Анжелы Витисян. Посмотрим, я напоминаю, что предварительно ничего не гуглю, не смотрю, не слушаю, для того, чтобы моя реакция была максимально честной и искренней. В общем, заценим и поставим свой вердикт от одного до десяти. Присоединяйтесь к обсуждению, мне очень интересно узнать вашу оценку. Но мне нравится тут ее подача, она начала очень спокойно своим выступлением. Смотрите, мне очень нравится, что в это выступление интегрировано. интегрировали деток, выглядит достаточно интересно. Это добавило некой легкости. Анжела здесь хороша с собой, замечаний нету, потому что достойно, уверенно, сбалансировано. Но, не знаю, может что-то изменится в течение ее выступления далее. Поэтому смотрим внимательно. Мне очень не нравится, как смонтировали выступление Анжелы. Есть динамика, есть объем кадря. О, нотку. Взяла, молодец. Слушайте, у нее здесь очень хороший вокал. Как же круто играют дети. Наверняка прошло немало репетиций, дабы они так слаженно звучали вместе, синхронно. Но в первую очередь я бы хотел поаплодировать детям. Молодцы, молодцы, юное дарование, таланты. Настолько было профессионально, настолько была честная игра. Касательно этого выступления, Анжеле я, конечно же, поставлю здесь 10 из 10. И среди всех выступлений на национальном певце, это ее самое лучшее вокальное шоу. Именно здесь она себя проявила, как вокалистка на максимум. Мне так кажется. Может быть, вы со мной будете спорить, поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Девчонка не подвела, раскрыла свои лучшие стороны, так что претензий и каких-либо замечаний нету. Во! Ну, а теперь медленно переходим к выступлению Ани Агонян. Я не скрываю, что она моя фаворитка. Как у любого вокалиста бывают удачные и неудачные дни, поэтому давайте посмотрим. Прежде чем я буду делать какие-то выводы, мне очень интересно посмотреть, как она будет нести свою энергетику, насколько будет органично в кадре, насколько будет уверенно звучать ее вокал, какая будет опора, будет ли хватать дыхания. В общем, все эти мелкие детали очень важны. В них нужно слушаться, смотреться, так что погнали! Грустная песня, чуть-чуть неожиданный выбор. Ну, у Ани роскошно, как всегда. Посмотрите, у нее здесь подача даже несколько оперной певицы. Вау! Ой, посмотрите на арпе, что-то она чуть-чуть заплыла. Лицо ее поплыло. Может, не выспалась, бедная. Меня всегда смущает выбор таких баллад, потому что в них ты можешь либо раскрыться, либо потеряться и провалить номер. Но пока что Ани только раскрывается. Да. Но уже хочется какого-то музыкального развития далее. О, вот и подбежало, подъехало развитие. Чуть-чуть, чуть-чуть, мне кажется, дрожит голос. Вот капельку. Как-то засмутилась Ани в этом переходе от лирики. Наверное, она погрузилась в эту атмосферу. Тут бух-бух, надо уже вот это все делать. Поэтому какие-то двоякие эмоции у меня сейчас. Но давайте досмотрим. И тогда поставлю свой финальный вердикт. Малой отлично играет. Мне нравится. И снова еще один приход. Да. Это уже больше похоже на какое-то музыкальное папури, когда объединяет много композиций в одном. Я даже не могу комментировать, потому что погрузился в атмосферу. Мне нравится актерская игра. И эти переходы настолько артистично предложены нам в самоподаче этого номера. Ай, класс. В общем, ребят, что я могу сказать? Было все супер. Мне понравилась в первую очередь артистичность и подбор такого микса папури. Но чего-то не хватило мне капельку. Вот я не знаю чего. Правда. Может, вы мне подскажете? Потому что вроде, смотрите, все по вокалу было ровно. Актерская игра была на высоте. Переходы очень интересные. Мальчик классно подыгрывал Ане. Но что-то упустили. Вот какую-то мизерную деталь. И она прям мне мозолит ухо. Но я не могу понять, что именно. В общем, в целом, Ане за выступление я поставлю 9 с плюсом. Но пока что Анжела Витисян чуточку впереди. И медленно переходим к Ане Григориан. Что же предложит она своим зрителям? Очень интересный номер. Мне нравится здесь музыкальное сопровождение. Мне вот одна из девочек, которая играет, безумно похожа на Карину Игнатьяну. Вот ей богу. И на дочку Алсу. На всех похожи. И пошло развитие. Ой, интересно. Слушайте. Очень неожиданно. Всегда выступаю яростным поклонником таких вот музыкальных переходов неожиданных. Потому что это добавляет драйва, энергетики. И тебя втягивает. Ты хочешь смотреть. И зрители сразу оживают. И все же ждут. А какое будет развитие, продолжение дальше. Потому что песня это в первую очередь прочтение. Это не о крутом вокале. Конечно же, вокал должен быть голосом. Но в первую очередь, в первую очередь, это прочтение. Это рассказ, эмоциональный рассказ истории. И ты сам своим голосом в качестве инструмента определяешь, где расставлять какие акценты. И что именно ты хочешь донести своему зрителю. У Анны с этим проблем нет. Она очень справляется. Поэтому смотрим дальше. Реально зажигают. И детки помогают Ане. И зрители, смотрите, как Ажи, или улыбаются. Появилось ощущение праздника на сцене. Дети сами тащатся от того, что они делают на сцене. Это самый-самый кайф. Эй, зажигают под конец. Ха-ха, какие умнички. Пожалуй, это самое атмосферное выступление за сегодня. На седьмом угол шоу. У Анны Григориан самое атмосферное выступление на этот раз получилось. Так что, конечно, 10 из 10. Вообще никаких замечаний. Даже не буду добавлять никаких комментариев. Потому что все сложилось круто. А теперь самое главное. Подведем итоги и расставим с третьего по первое место. Кто же был фаворитом на седьмом гала-шоу среди женских сольных выступлений? Конечно, вы будете не ожидать такого поворота. Но на третьем месте я поставлю свою фаворитку Ани Агонян. Чего-то не хватило. Чего-то где-то не додало. Поэтому капельку уступила своим конкуренткам. На второе место я поставлю Анжело Виттисян. Очень здоровски поработала, раскрыла себя как вокалистка. Но это было, как обычно, стабильно хорошо. Ничем не удивило. И первое место, как вы уже поняли, достается Анне Григориан. Здесь была атмосфера праздника. Вот позвольте мне прояснить, объяснить, почему я выбрал именно Анну. Атмосфера праздника. Энергетика. Актерская игра не только героини, но и деток, которые играли. Красивая естественная мимика у детей, у Анны. В общем, настолько слаженно сработала команда. И что самое главное, атмосфера появилась. Атмосфера счастья, непосредственности и преддверия Нового года. Поэтому, конечно же, Анна сегодня у нас победила. Напишите обязательно в комментариях свой топ-3 рейтинг лучших выступлений среди женских соло на седьмом гала-шоу.